Привет! В ходе этого урока мы с вами изучим основные концепции ООП, а именно наследование, полиморфизм, а также инкапсуляция. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Сперва давайте изучим с вами такую концепцию, как наследование. Наследование это одна из важнейших концепций в ООП, и она гласит нам о том, что у любого класса может быть класс-наследник, что будет наследовать абсолютно все от класса родителя или другими словами от супер-класса. То есть класс-наследник это класс, который строится на основе какого-либо класса родителя, и соответственно этот класс-наследник он наследует такие вещи, как методы, поля, а также различные конструкторы. Ну и вот мы сейчас давайте создадим с вами один основной класс, а также создадим дополнительный класс, который как раз и будет все наследовать. Представим, что наш основной класс он будет в целом описывать абсолютно все строения. Поэтому я его назову как Building В этот класс мы давайте поместим лишь общие характеристики Например, у любого строения должен быть год постройки Поэтому мы здесь укажем поле Year и укажем поначалу значение как None А также должен быть город, где построено само строение Поэтому давайте еще укажем, например, такое поле как City По желанию вы сюда можете добавить еще хоть 200 различных полей Мы пока давайте ограничимся лишь двумя вот этими вот характеристиками Также сюда я хочу добавить конструктор Этот конструктор, он будет принимать два параметра Это год, а также город И здесь мы просто будем обращаться к определенному полю Например, к году И будем устанавливать то значение, которое мы получаем из конструктора А также будем обращаться к городу, к полю, что принадлежит к этому классу И будем устанавливать значение, что опять же принимаем из конструктора Помимо этого мы давайте, возможно, создадим еще свой некий метод Пускай он будет называться как GetInfo И этот метод, все, что он будет делать, так он будет выводить просто некую информацию Относительно определенной постройки Например, здесь я буду обращаться к году и буду выводить год А также, возможно, буду выводить город, где у нас построено само по себе вот это вот здание Для этого обращаемся к SelfCity Ну, в общем-то, все Пока больше ничего в этот класс мы добавлять не будем Что же мы получили? Мы получили просто определенный класс, который у нас описывает, ну, по факту, любое строение Мы же на основе этого класса мы можем спокойно создать какие-либо объекты Вот, допустим, я могу создать объект, который будет называться как Школа Он будет у меня идти на основе класса Building Сюда я могу передать какие-то определенные характеристики Например, 2000 год А также могу передать определенный город И все это, конечно же, будет работать корректно Но вот давайте представим ситуацию, что в будущем я создаю еще один объект Он у меня будет просто отвечать за описание какого-либо определенного дома Не школа, а просто обычный дом А также в будущем, возможно, я еще создам какой-то новый объект Который будет отвечать, например, за детский сад Еще какой-то объект я создам, который будет отвечать за магазин и так далее Вроде все это будет обрабатываться корректно У всех этих объектов будут одни и те же самые общие характеристики Будут те же самые общие методы Но вот предположим, что для школы Мне потребуется добавить, ну, допустим, там плюс 5 Или же, возможно, даже плюс 10 новых функций Конечно же, все эти функции я смогу прописать вот здесь В этом не будет никакой проблемы, все, оно будет также работать корректно Чуть позже мне кажется необходимым дописать еще 10 новых функций Конкретно для обычных домов Соответственно, опять же, я беру этот же наш класс И опять же, вот здесь я прописываю все вот эти вот новые функции А потом то же самое мне нужно будет сделать, возможно, и для магазина И таким образом у меня получится то, что в этом одном моем классе У меня будет прописано плюс 30 дополнительных функций Ну, предположим, что вот у меня там большой функционал идет для каждого дома И вот получилось так, что плюс 30 дополнительных функций было описано Вроде это все окей, вроде это все будет работать корректно Но согласитесь, читать и понимать такой код уже будет не совсем как-то приятно И не совсем понятно, да? Поэтому намного будет логичнее Если мы будем создавать дополнительные классы Например, если я создам сейчас дополнительный класс, который будет называться как школа И этот класс, он будет наследовать у нас все от класса building То есть он будет обладать всеми характеристиками Всеми общими характеристиками, что были вот записаны в этом классе Но плюс в этом же нашем классе наследники Будут какие-то свои дополнительные функции Свои дополнительные поля И когда вот мы будем создавать в дальнейшем уже школу То мы будем ее создавать не на основе класса building То есть не на основе нашего общего этого класса, а на основе именно класса наследника В таком случае мы получим доступ и ко всем общим характеристикам, и к тем характеристикам, что принадлежат исключительно к школе Точно аналогичное же действие мы сможем сделать и с обычным домом, и например с магазином То есть мы создадим плюс 3, например, класса наследника В каждом из этих классов у нас будут свои собственные функции, свои собственные поля И тем самым получается, что общий класс мы его не нагромождаем лишней, ненужной информацией А лишь создаем новые классы, которые будут, во-первых, наследовать все общее из основного класса И плюс будут дополнять этот общий функционал неким своим необходимым функционалом И вот мы давайте сейчас попробуем такое реализовать Для начала класс в билдинге давайте просто скрою, чтобы он нам здесь не мешал И далее создадим некий новый класс, который у меня будет называться как школа, то бишь school Здесь же я открываю круглые скобки и говорю о том, что я все наследую от такого класса как билдинг Если мы внутри этого класса вообще ничего с вами прописывать не будем Просто пропишем ключевое слово pass, которое говорит о том, что ничего в этом классе у нас нет Так вот, если мы сейчас такое с вами пропишем, то на самом-то деле я спокойно смогу создать объект на основе класса школа Я спокойно смогу передать туда какие-либо параметры И даже если я сейчас такое запущу, то мы замечаем, что никаких ошибок не вызывается Кроме того, мы через этот объект имеем доступ к абсолютно всем тем характеристикам, что были в основном классе Например, через этот объект я спокойно могу обратиться к году постройки Или же я могу обратиться к методу getInfo И если я такое запущу, все обработается без каких-либо ошибок То есть видите, вот здесь конструктор обработался корректно, были данные переданы И дальше, вот когда я вызвал метод getInfo, опять же все обработалось верно, без ошибок При этом вы можете заметить, что в классе school, конечно же, у нас нет никаких не методов getInfo У нас нет здесь никаких характеристик, нет никаких классов, ну вернее конструкторов Но при этом все обрабатывается корректно Обрабатывается все корректно по той причине, что мы наследуем все от нашего какого-то определенного класса Таким образом, на данный момент мы получили то, что у нас все общие характеристики будут записаны в классе building А все дополнительные характеристики, которые, например, будут принадлежать конкретно к школе Будут записаны в классе school По аналогии мы можем создать сейчас еще такие классы, так, например, house И здесь у нас будут записаны абсолютно все характеристики, что будут принадлежать к обычным домам Ну и также по аналогии мы можем еще создать класс shop В этом же классе у нас уже будут находиться абсолютно все характеристики, что будут принадлежать к различным магазинчикам Ну и теперь я могу сделать то, что House у нас, вот этот объект, он будет создан на основе класса House, а Shop он будет создан на основе класса Shop. Опять же, если это все запустить, обработается абсолютно корректно, но теперь, когда мне понадобится добавить дополнительный функционал, например, только для магазина, то я это не буду записывать в наш основной класс, а я это буду записывать в дополнительный класс, который у меня называется как Shop. Ну и давайте теперь мы действительно что-то попробуем записать дополнительное в эти классы и попробуем с этим всем взаимодействовать. Итак, давайте мы, возможно, будем работать с классом Школа, но аналогичные действия вы сможете проделывать и с любыми другими классами. Мы просто это будем рассматривать конкретно на основе класса Школа. И здесь мы, давайте, возможно, с вами укажем такую характеристику как Pupils, то есть это количество учеников. По умолчанию здесь я укажу значение как None, или, возможно, давайте укажу значение просто как 0. И опять же, вот эта вот характеристика, она абсолютно не нужна в классе House и абсолютно не нужна в классе Shop, потому что количество учеников может быть только в школе. Поэтому будет вообще нелогично вот эту вот характеристику добавлять в класс Building, потому что, опять же, эта характеристика не является общей для всех стран, она является нужной только для школы или же, возможно, для детского садика. Поэтому эту характеристику лучше поместить в класс Наследник. Здесь же мы, давайте, возможно, можем еще какое-то поле указать. Ну, давайте пока обойдемся только этим единственным полем. И тут же, возможно, я хочу указать некий конструктор. В этом конструкторе я хочу указать то, что мы будем с вами получать, во-первых, это количество учеников, а во-вторых, я хочу получать те значения, которые в дальнейшем я передам в конструктор родительского класса. Поэтому тут я еще укажу, что я буду получать год постройки, а также, возможно, еще город. Ну и теперь, что я хочу сделать. Здесь мы можем сделать следующее. Мы можем указать то, что для Pupils мы устанавливаем значение Pupils, которое получаем из самого этого конструктора. А также мы, на самом-то деле, можем здесь обратиться к self, можем обратиться к году и установить то значение, которое мы здесь же получаем. Это обработается абсолютно корректно. Но вполне логичнее и вполне правильнее это будет передача данных в класс конструктора. Поэтому мы давайте как раз с вами сейчас такое сделаем. Чтобы нам передать данные в класс конструктор, мы должны вызвать такую функцию, как super. Она вызывает наш супер-класс, или другими словами, класс родитель. Здесь же мы должны указать несколько характеристик. Во-первых, мы должны указать наш класс, через который мы это все вызываем. То есть, в моем случае, я указываю класс school. А также должен передать параметр self. Далее мы через точку просто обращаемся к нужному методу. В моем случае, я обращаюсь к конструктору из класса родителя. И туда я просто указываю, что конкретно я передаю. Я туда передаю год, а также передаю город. Вот такие вот данные. Все. В таком случае, мне не нужно присваивать эти значения здесь, потому что эти значения будут переданы в конструктор родительского класса, и там они все равно будут уже присвоены. В таком случае, мы можем заметить, что у нас выдается ошибочка при создании объекта school. Выдается эта ошибка подопричине, что теперь мы должны передавать три параметра, а не два параметра. Ну и давайте здесь я просто укажу первый параметр. Это как бы 100 учеников. Дальше год постройки, а дальше город постройки. Опять же, если мы такое сейчас запустим, все обработается корректно. Пока мы с вами не можем заметить вывода информации относительно количества учеников, потому что просто, ну, потому что мы такой не выводим в методе getInfo. Но в то же время мы можем заметить, что все обрабатывается корректно. То есть, вот эти вот данные, которые мы здесь принимаем, они действительно корректно передаются в класс родитель, в его конструктор, а дальше они просто выводятся через определенный метод. Получается, наследование – это особенность OP, за счет которой мы можем создать некий дополнительный класс, и в этом же классе мы укажем, что мы наследуем все от класса родителя, или же от суперкласса. То, что мы как раз с вами сейчас и сделали. Если мы такое указываем, если мы указываем наследование, то мы по факту наследуем все поля, наследуем все конструкторы, а также наследуем все методы, что были в нашем классе родители. Потом, через объекты, что будут созданы на основе дочерних классов, мы можем вызывать все поля, конструкторы, а также все методы, что были не только в нашем вот этом классе наследники, но и в классе родители. Это мы как раз с вами здесь и смогли сделать, смогли в этом убедиться. И еще один момент. В языке Python вы не можете указать, что один класс, он будет содержать два класса родителя. То есть, вот здесь я указываю, что наш класс, он содержит один класс родитель, и я не могу прописать здесь запятую и не могу указать еще один какой-либо класс родитель. Это будет вызывать ошибку, ну и такое будет считаться неверным. Например, в языке вот C++ там было как раз множественное наследование, и практически все критиковали этот язык именно за вот этот вот момент, потому что это сильно запутывало программистов, когда у нас есть много классов родителей. И, соответственно, в языках, которые появились уже после C++, то этот момент был удален, и вот, например, в языке Python уже не существует множественного наследования. Поэтому здесь вы можете наследовать исключительно от одного единственного класса, как это у нас здесь и произошло. Но еще что здесь можно делать, так это то, что на самом-то деле класс наследник, он тоже может иметь классы наследники. Это будет абсолютно окей. Вот предположим, что мне необходимо, чтобы у этого класса был еще какой-то класс наследник, и пускай это будет, например, класс house. И в таком случае я спокойно это могу сделать. То есть я вот здесь в классе house указываю, что у меня класс родитель не building, а будет у меня класс родитель как school. В таком случае, если мы указываем, что класс house наследует все от класса school, то в классе house мы имеем доступ ко всем характеристикам, что есть в классе school, а также ко всем характеристикам, что будут в классе building. Ну, мне конкретно по логике самой этой программы такой функционал не нужен, но в целом в будущем вы такое спокойно можете делать. То есть класс наследник, он может иметь еще какие-либо наследники. Это будет абсолютно здесь нормальным. Теперь давайте рассмотрим еще одну концепцию ООП, а именно полиморфизм. За счет этой концепции мы можем переписывать методы, что объявлены в классе родители, мы их можем переписывать в классах наследниках. Вот предположим, что данный метод, он отлично работает в классе house, а также в классе shop. Он здесь отлично работает, потому что в классе house, а также shop, здесь нет никаких дополнительных характеристик. И если я попробую через объект shop вызвать именно вот этот вот метод, то по факту этот метод выведет полностью всю информацию относительно какого-либо конкретного объекта. Если же мы говорим про объекты на основе класса school, то здесь этот метод getInfo, он не особо уже корректно работает, потому что он выводит только год, а также город постройки. Ну, а информацию относительно количества учеников он уже не выводит. Поэтому мы давайте и воспользуемся вот этой вот концепцией полиморфизма, и в классе наследники, в классе school мы перепишем данный метод. Чтобы его переписать, нам на самом-то деле особо ничего такого делать не нужно. Мы просто здесь прописываем то, что мы как бы указываем точно такое же название, то есть название getInfo, и здесь мы можем также принимать какие-то параметры по желанию. У нас там не было параметров, здесь тоже пускай никаких параметров не будет. Ну, и тут я буду делать следующее. Здесь, во-первых, я давайте буду обращаться, возможно, к классу super, то есть к нашему вот этому основному классу. И из этого основного класса я буду вызывать изначально метод getInfo, то есть пускай у меня вся информация из этого метода изначально будет выведена, а потом мы будем дополнительно, возможно, выводить информацию относительно количества учеников, и для этого я просто прописую здесь pupils и обращаюсь к нашему вот этому вот полю. Таким образом, теперь, когда я вот здесь через объект на основе класса school обращусь к getInfo, то у нас в автоматическом режиме будет выбран именно тот метод, что находится в этом классе. То есть не будет выбран этот метод из класса родителя, а будет выбран тот метод, что находится в классе наследники. Если же я обращусь, например, к этому же методу, но через другой объект, например, через объект на основе класса shop, то, конечно же, будет вызван именно тот метод, что находится в классе родителя. Ну и давайте мы это сейчас с вами протестируем. И вот мы замечаем то, что при вызове этого метода из класса, который, из, вернее, объекта на основе класса school, у нас вводится вся информация, вся основная информация относительно объекта, а также дополнительно мы еще выводим информацию относительно количества учеников. Если же обращаться к этому же методу, но из других классов, то вводится только год постройки, а также город постройки. Вот, в общем-то, и все. Здесь, кстати, по желанию вы бы могли и не обращаться к этому же методу из родительского класса, то есть можно было бы удалить эту строчку кода, можно было бы здесь прописать, например, вот в таком формате, оно бы обработалось точно так же самое, но я просто не вижу смысла прописывать здесь, повторять самого себя, прописывать здесь эту строчку кода, если можно спокойно обратиться к родительскому классу и выполнить там нужный нам метод. Получается, что за счет полиморфизма вы можете взять какой-либо метод из родительского класса и дополнить его новым функционалом в классе наследники. Чтобы такое реализовать, просто нужно обратиться к этому же методу по его названию. Вот и все. Это и будет, по сути, полиморфизм, это и будет переписание нужного вам метода. Ну и также третья концепция, что существует в ООП, это концепция инкапсуляции. Эта концепция гласит о том, что любые поля, что существуют в каком-либо классе, они должны быть защищенными. То есть вообще инкапсуляция это, по сути, защита данных. На данный момент у нас любые поля, конструкторы, а также методы, они не имеют никакой защиты. В этом мы можем легко убедиться. Например, вот здесь я через объект попробую обратиться к такому полю, как year, и, соответственно, я могу спокойно к нему обратиться, могу установить в него какое-либо новое значение. И это все обработается абсолютно корректно, никаких ошибок оно не выдаст. В то же время, концепция инкапсуляции, она нам говорит о том, что доступ к таким полям, он не должен быть. То есть эти поля, они должны быть защищенными, и доступ к ним должен быть исключительно через различные методы, через различные функции, или же конструкторы, что существует внутри самого класса. И на самом-то деле, в языке Python инкапсуляция, она не супер хорошо реализована, потому что, как бы я ни старался, но доступ к этим полям, он все равно всегда будет. Единственное, что я здесь могу сделать, так это я вот здесь могу прописать два нижних подчеркивания, что там, что там. И в таком случае я все равно смогу обращаться к этому полю и устанавливать в него некое значение. Видите, ошибки здесь не было выдано. Но единственное, что я не смогу делать, так это я не смогу просто выводить это поле на экран. Вот если я попытаюсь сейчас его вывести на экран, и вот запущу программу, то видите, у меня вызывается ошибка. Ну и ошибка связана с тем, что это поле, оно как бы сейчас у нас закрыто. Но, если я не буду прописывать здесь два нижних подчеркивания, просто обращусь к этому полю как бы по его названию, без нижних подчеркиваний, то все обработается корректно. Видите, вот здесь 2000 оно вывелось, никаких ошибок. То бишь, инкапсуляция это все-таки важная концепция, она присутствует во многих языках программирования, но конкретно в языке Python она не особо реализована, поэтому вы ее можете здесь особо, ну как-то тоже не реализовать, можете не прописывать вот эти два нижних подчеркивания. Но просто на будущее стоит помнить, что в ООП существует еще такая концепция, как инкапсуляция, то есть защита данных. В языке Python, к сожалению, эта конструкция, эта концепция не особо реализована. Ну что же, на этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.